Виктор, все говорят об откупе, а вот о том, как подносить подношение, никто ничего не говорит. Ну, а что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Рассказать, как подносить или почему это надо сделать? И как подносить, и для чего это надо? Я же отвечаю всегда простыми словами и рассказываю на реальных примерах. Ну, вот давай представим себе, человек приходит на какой-либо завод, а завод, к примеру, выпускает надувные шары. Ну, я примером говорю, вот завод специализируется на выпуске надувных шаров. Ты приходишь на этот завод и говоришь, мне надо там 10 тысяч этих шаров. Кто ты? Что ты? Откуда ты? Почему ты? Мало того, ты же не говоришь, блин, тебе надо. Ты говоришь так, заклинаю, чтобы это было так, чтобы в четверг это было тогда-то, 10 тысяч шаров были надуты, тогда-то, тогда-то, тогда-то. То есть, что тебе директор завода скажет? Он тебя пошлет на три веселые буквы. Почему? Потому что тебя не знают, кто ты, что ты, не знаешь, никто не знает, никто ничего не может сказать. То ли дело, когда ты приходишь на завод заблаговременно, заключаешь какой-то договор, да? Этот договор подкрепляешь каким-то подношением, ну, то есть, ты принесла, собрала справки, то есть, прописала, кто ты есть на самом деле. Тогда ты можешь, что, тогда ты вообще можешь, честно говоря, по звонку прийти, прозвонить на завод и сказать, «Ребята, мне надо там 10 тысяч шариков, я оплату гарантирую». И тогда завод, он понимает, с кем он работает, да? Он тебе будет, он тебе поставит этих 10 тысяч шаров, он тебе сделает то, что ты хочешь, и тогда, когда тебе надо. То же самое с силой получается. Некоторые считают, что без подношения они могут прийти, сказать, что им надо, а другими словами, и порой не сказать, что надо, а приказать силе. То есть, я повелеваю тебе, чтобы это было так-то и так-то, чтобы этого там наказать или этого помиловать, перебросить. То есть, они четко указывают, что силе делать и когда, с кем, наивно полагая, что она будет это выполнять, эта сила. Другое дело, когда ты преподносишь силе свое предрасположение, когда ты с силой предварительно договариваешься, тогда ты, когда силу, получается, предварительно просишь, и что самое главное, задабриваешь. То есть, как бы подмазываешь, да? То есть, есть и есть подношение. То есть, тебя, тогда, когда ты носишь подарки, тебя реально готовы видеть, тебя знают, тебя рады видеть и все остальное. То ли дело, пришел какой-то пурец, повелевает этой силе, говорит, что ей делать, указывает, что ей делать, понимаете? А потом, получается, когда сделан обряд, если он будет сделан, если сила будет делать, он делает откуп. Это неправильно, это в корне неправильно. Все взаимоотношения с силой строятся точно так же, как и с людьми. Если вы к людям ходите, там, вот представьте себе, к вам домой пришли и говорят, так, чтобы в 12 часов дня по такому-то адресу ты взяла и произвела уборку. Повернулись и пошли. А потом тебе приходят и кидают откуп. Ну и как, то есть, ну как бы деньги за работу. Это же неправильно, это же по-хамски, ты не пойдешь вообще этого делать. Многие обряды, когда я читаю вообще в интернете, ну, честно говоря, они до смехотворного доходят. Когда начинается обряд, что прийти на кладбище, поставить там-то и там-то и это-это, и повелевать, приказать, силе сделать то-то, то-то и то-то. Кто ты такой вообще, чтобы ты кому-либо приказывал? Вот, ну, давайте разберемся, кто, кто есть кто, да? Как это можно прийти и приказать силе? Или недавно, кстати, у меня на сайте был вопрос, что девочки в 14 лет рассказали, что для того, чтобы тебе помогала черная сила, то надо отче наш прочитать наоборот. Да, это вот черная молитва для чернокнижников. Ну вот вы мне скажите, а там ей объяснили, что после прочтения этой молитвы наоборот, то должен появиться дьявол, черные силы должны появиться, и они должны прислуживать. Вот, священник каждый раз читает в церкви молитву «Отче наш». Люди, считающие молитву «Отче наш» постоянно, утром, в обед и вечером, но почему-то Бог к ним не приходил и не являлся. Так кто сказал, что после прочтения «Отче наш» наоборот, обязан явиться дьявол или бесы и все, или другие сущности? Поэтому, исходя из этого, для того, чтобы мы предрасположили силу к себе, и была бы хотя бы, я не люблю слово «гарантия», да, хотя бы какая-то надежда на то, что сила будет действительно реально исполнять вашу просьбу, а не приказание, люди себе там возомнили, приказывать силу и все остальное, дьяволу идите еще прикажите, или Богу прикажите, тогда сила будет исполнять то, что вы просите. Поэтому и нужно подношение, для того, чтобы вы прописали свои силы, кто вы есть, откуда пришел, с чем пришел. В старину люди приходили и говорили «Здравствуйте, мир вашему дому», пришел с миром и говорили «Зачем пришел?» Не, у нас сейчас ногами двери открывают и говорят «Да, короче, это будет так-то и так-то, и на тебе, я от тебя откупаюсь». И потом наивные некоторые ждут, чтобы это все исполнилось. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, для чего нужно подношение. Да, спасибо большое. Друзья, есть нововведение. Я сделал замол, другими словами, подношение в свою игре верную группу. Это касается именно вас. Я попросил ту силушку, которая мне помогает, чтобы она помогала и вам. Я делал замол, и в нем были вот такие слова. Те, кто мне помогает, тому и сила помогает. Те, кто моими заметками делится, с теми и сила также делится. Те, кто добро мое размножает, тем сила их дела размножает. Да будет так. Поделись этим видео, и тебе повезет. Да будет так. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно. Дальше будет интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok